Всем привет! Вы на канале Ржавый Металл, и сегодня будет обзор на группу Sodom, а именно на альбом In The Sign Of Evil. Погнали! Мой альбом Изо на лейбле Steam Hammer, на альбоме 7 треков. При открытии мы видим сам диск и буклетик с тремя фотками участников. При открытии буклета, к сожалению, нету фоток, только название песен и лирика. Ну, такой скудный буклет. А сейчас история группы. Из глубочайшего ада Рурской земли, а именно из города Круппа, Эссена, поднялись трое ребятишек, которые хотят доказать, что Веном, что Слэйр это все детские штучки. Sodom, основанный в 1982 году, вероятно заключил договор с добрым старым сатаной лично. Как еще можно обвести дебютную пластинку In The Sign Of The Evil, которая находилась на первом месте в американских чартах у Боба Молдауни. И юные трешеры дичайше рубились под этот мини-альбом. Рецензия из немецкого журнала Metal Hammer. Третий номер, 1985 год. Итак, есть три воина из Sodom, выжившие. Ведь, как известно, этот город был уничтожен еще в редкозаветные времена. Независимо от того, Крипадня называется Angel Reaper, вероятно, внук Джека-Потрошителя, Witch Hunter и Grey Violator. Наверняка в мороз он нуждается в отбойном молотке. Чем они занимаются? Пьют кровь, мочатся на церковь, ждут дядю Сатану с целью групповухи. И чтобы мы все поскорее застыли в оцепенении, они принесли нам свой мини-лпи. Пять песен, а может и не пять. Точно невозможно определить. Или звукорежиссер просто нарезал песни в случайном порядке во время записи. Но певец по-настоящему сильный. Наверняка способен на совершенно сатанинскую отрыжку. Одним словом, идеальное пасхальное яйцо для бабушки. Angel Reaper о работе с звукорежиссером Хорстом Мюллером. Однако с Хорстом пришлось прободаться. Он над Содом далеко не в восторге. Ему бабло важнее было. И он нам помочь не старался. Он продюсировал пластинки Калтик Фрост, еще Раннин Вайлд и прочих команд. Хорошо их записывал, а вот Содом ему не понравились. Он мне так и признался, я тебя и твою поганую музыку ненавижу. Ну ладно, запишу вам пластиночку, как вы того хотите. Потом мы осознали, что он звук чистить не желает. Например, те же барабаны. В 2017 году Тому Анжелу Риппу задали вопрос. Ваш дебютный альбом In the Sign of the Evil оказался очень влиятельным для всего металлического жанра. Как ты сегодня оцениваешь эту работу? Том ответил. Конечно, очень горжусь. По теме этого альбома я часто общаюсь с музыкантами молодых групп. Особенно в Южной Америке. Они хотят играть в том же стиле. Трудно забыть один эпизод. Когда в последний раз мы выступали в Чехии на фестивале, я общался с одним 14-летним подростком. И он говорил, что котирует исключительно металлических старичков. Такие группы, как Sodom, Venom, Hellhammer. Ему даже понравился Obsessed by Cruelty. И этот пацаненок выучил тексты всех песен этой пластинки. Так что есть молодняк, который прется от металла только той эпохи. Фанатеет от тех старых исторических групп. Меня от этого прет. Горжусь дико. Есть множество молодых команд, которые играют в том же стиле. Ту же самую музыку. Но дело в том, что скопировать все это нереально. Нельзя воссоздать то самое некрофильное звучание. Даже нам самим это уже не по силам. Эта музыка невоспроизводимый слепок своего времени. Я горжусь тем фактом, что Sodom влиятельная команда. Спасибо, что посмотрели обзор. Пока, металюгия. Субтитры создавал DimaTorzok